Переходим к следующему докладу. Его сделает профессор Мария Анатольевна Левзан. Стоит демонстрацию? Да, стоит, пожалуйста, демонстрацию. Вот здесь вот включи звук. Да, аутоиммунный гастрит, сложности диагностики, принцип поведения. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте вас ознакомить с ключевыми особенностями диагностики аутоиммунного гастрита и принципами введения этих пациентов. На самом деле аутоиммунный гастрит относится к наиболее актуальным проблемам гастроэнтерологии внутренних болезней. И связано это с тем, что аутоиммунное воспаление слизистой оболочки желудка занимает ключевые ведущие позиции в отношении формирования хронического атрофического гастрита. Хронический аутоиммунный гастрит ассоциирован с увеличением риска формирования рака желудка, но, к сожалению, не только рака, но и в том числе и карциноидных опухолей. Надо отметить, что в реальной клинической практике мы наблюдаем нередко запоздалое выявление аутоиммунного гастрита, поэтому внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей обращено как раз к актуализации проблемы ранней диагностики и выявлении тех стигм в клинической картине заболеваний, которые помогут практикующим специалистам наиболее рано, своевременно заподозрить, ну и, соответственно, провести необходимые диагностические тесты для того, чтобы своевременно выявить аутоиммунный характер воспаления. Аутоиммунный гастрит — это хроническое аутоиммунное заболевание с поражением тела и дна желудка, которое характеризуется иммунным ответом, направленным на париетальные клетки и внутренний фактор. История вопроса хронического аутоиммунного гастрита лежит далеко за пределами собственно воспалительных изменений слизистой оболочки желудка. В 1949 году Томас Эдисон, а затем в 1872 году Антон Бирмер описали примечательную форму аномии, золокачественную аномию. Они так назвали ее в связи с тем, что она приводила к быстрой гибели больных. В 1926 году группа американских ученых, среди которых был и Джордж Уиппл, да-да, тот самый Джордж Уиппл, который описал единственное секционное наблюдение воспалительных изменений, и сейчас мы знаем эту нозологическую единицу как болезнь Уиппла, ассоциированную с воспалением, связанной с бактерией трофенема Уиппл. Так вот, именно эта группа американских ученых доказали, что в основе заболевания лежит неспособность железа желудка секретировать вещество, необходимое для всасывания в кишечнике водорастворимого экстракта, выделенного из печени. И за свое открытие ученые были удостоены в 1934 году Мобилевской премии в области физиологии и медицины. Выделение особой формы, отдельной формы гастрита, которая приводила к развитию B12-дефицитной анемии, состоялось значительно позже. Что же происходило в то время, когда была описана пернициозная анемия? Вот, например, штат Агайя, 1904 год, и книга записи летальных исходов. Некто Хольц, 38 лет, который проживал на углу 6-й улицы Смита, был в качестве причины смерти указан хронический гастрит. Вероятно, это и была та самая особая форма пернициозной анемии, которая привела к летальному исходу. Только в 1973 году был отдельно выделен аутоиммунный гастрит, гастрит тип А, который в последующем, вот этот тип нозологической единицы, перешла в том числе и в Сиднейскую классификацию. Вы видите здесь модифицированный ее вид, где аутоиммунный гастрит занимает место в качестве причины аутоиммунного атрофического гастрита вместе с хеликобактер пилори, ассоциированным мультифокальным атрофическим гастритом. И уже тогда было отмечено, что при аутоиммунном гастрите формируется атрофия прежде всего в дне и теле желудка. Особенно следует отметить значение All-G-System. Именно вот эта международная группа гастроэнтерологов и потолгов позволила нам с вами пользоваться системой, которая позволяет не только оценивать состояние отдельно антрального отдела желудка, тела желудка, но и смотреть в комплексе на состояние слизистой оболочки желудка, учитывать при этом в том числе и выраженность, активность воспалительных изменений, степень гастрита, но и, конечно, учитывать стадию, то есть наличие и выраженность атрофии. Подчеркивается, что стадия является интегративным характером и интегративным показателем атрофических изменений слизистой оболочки. Конечно, мы с вами должны акцент особо делать на стадии 3-4, тогда, когда максимален риск формирования рака желудка. В последующем состоялся киотский консенсус, результаты которого были опубликованы в 2015 году и там. Также аутоиммунный гастрит занимает ведущее место среди причинных факторов формирования воспаления в слизистой оболочке желудка и также подчеркивается, что именно этот гастрит имеет более высокий риск в последующем формировании атрофии слизистой оболочки желудка прежде всего в теле и дне. Какие же факторы риска приводят к формированию аутоиммунного гастрита? С учетом того, что мы не знаем эти логического фактора, на сегодняшний день лишь обсуждаем факторы риска, крайне важно выявлять их своевременно и учитывать в клинической картине заболевания. Генетические факторы – ассоциация с большим комплексом гистосовместимости антигена и челе Д8 и ДР3. Следует отметить, что в рутинной клинической практике не рекомендовано использование именно этих маркеров в качестве выделения когорты группы риска, но, вероятно, со временем мы с вами будем пользоваться активно и этими данными. Женский пол существенно увеличивает риск формирования любого аутоиммунного воспаления, в том числе аутоиммунного гастрита. А вот нешуточные дебаты разгораются вокруг инфекционного фактора. Это не только вирус Эпштейн-Барр, хорошо известный гастроэнтерологам, потому что является также одним из причинных факторов воспаления в слизистой оболочке желудка, но и инфекция хеликобактер пилория. Благодаря молекулярной мимикрии организм, вырабатывая антитела в отношении антигенов хеликобактер пилория, параллельно возможен наиболее высокий риск выявления и аут-антител, в том числе и к антигенам протонной помпы и, соответственно, париэтальных клеток. Поэтому говорить о том, что хеликобактер пилория является этиологическим фактором не только самостоятельной формы гастрита, но в том числе и аутоиммунного гастрита, конечно, не приходится. Но учитывать сам факт инфицирования нам с вами необходимо, особенно у иммунологически скомпрометированных лиц. Активно обсуждается в литературе и влияние пищевых привычек. Западный вариант питания с высоким содержанием калорий, простых углеводов и рафинированных продуктов, насыщенных жиров и красного мяса. Мясо с низким содержанием омега-3, омега-9, полинасыщенных жирных кислот и растительных волокон увеличивает риск аутоиммунных заболеваний. Сегодня мы с вами говорим о так называемом аутоиммунном протоколе, когда увеличивается содержание продуктов, содержащих антиоксиданты, пищевые волокна, для того, чтобы снизить прогрессирование аутоиммунного воспаления. Но, конечно, эти данные заслуживают того, чтобы не только их активно рассматривать, но и изучать более предметно, для того, чтобы получать данные наиболее высоким доказательным уровнем. Что же происходит? Под воздействием факторов риска у иммунологически скомпрометированных лиц происходит в результате того, что повреждаются париетальные клетки, начинают вырабатываться антитела к собственным аутоантигенам париетальных клеток. Параллельно с этим увеличивается и появляется антитела к внутреннему фактору КАСЛА, который ответственен за усвоение витамина В12. С этим и связано, что с одной стороны идет активное формирование воспалительных изменений в теле и дне желудка с разрушением париетальных клеток воспалительным инфестратом, а с другой стороны, второй путь – это за счет дефицита микронутриентов и прежде всего витамина В12 разворачиваются и другие варианты клинических проявлений, гематологические и неврологические манифестации. Хотелось бы еще раз сакцентировать внимание специалистов, своих коллег, с тем, что при аутоиммунном гастрите происходит за счет гибели париетальных клеток активная выработка гастрина, которая нацелена на то, чтобы стимулировать продукцию соляной кислоты и пепсинопариетальными клетками. Но при этом гиперплазия андрохромофийных клеток, продуцирующих гастрин, делает особенно опасным, уязвимым эту когорту пациентов, страдающих аутоиммунным гастритом, к выявлению нейроэндокринных опухолей и 75-80% этих нейроэндокринных опухолей составляет ухлеп первого типа. Посмотрите, как это выглядит при рутинной гистологии. Вы видите некое образование, которое при иммуногистохимическом методе обработки биоптата с использованием антител к хромогранину А выявляет гиперплазию андрохромофийных клеток. Именно эти зоны становятся зонами, где идет сначала гиперплазия андрохромофийных клеток, а затем это как плацдарм для проявления карциноида. Итак, посмотрите, что же происходит. Есть пациент, который предъявляет, а может не предъявлять особые клинические симптомы. Есть эндоскопист, роль которого, конечно, особая, потому что он не только должен внимательно осмотреть и описать изменения со стороны тела это на желудка, но и забрать биоптатес или оболочки желудка по протоколу. Ну и, конечно, морфолог, который должен не просто описать воспалительные изменения наличия при выявлении атрофии стадии гастрита, но в том числе заподозрить наличие аутоиммунного воспаления. Поэтому, конечно, клинице крайне важно проанализировать те данные, которые мы получаем от своих коллег, но и в том числе понимать, что необходимы дополнительные тесты, которые позволяют выстроить прогноз для нашего пациента и, соответственно, назначить ему эффективную терапию. Итак, в чем же особенности клинических проявлений, есть ли они? Ну, то, что касается гастроэнтостинальных проявлений, то ведущим синдромокомплексом является синдром диспепсии. Здесь, конечно, говорить о том, что есть какие-то уникальные особые клинические стигмы, которые позволяют уже на этапе расспроса четко сказать, да-да, вот это именно тот фон, тот синдром диспепсии, который характерен для аутоиммуновоспаления. К сожалению, не приходится. Исследователи говорят о том, что у пациентов с аутоиммунным гастритом несколько чаще, чем у остальных лиц, формируется синдром диспепсии по типу постпрандиального дистресса синдрома, но различия эти явно несущественны, поэтому никаких особенностей формирования синдрома диспепсии у пациентов с аутоиммунным гастритом нет. Следует отметить, что возможны бессимптомные течения, поэтому очень важно анализировать не только так называемые гастронистинальные проявления, но также гематологические и неврологические, которые связаны с дефицитом микронутриентов, прежде всего витамина В12. Следует отметить, что дефицит витамина В12 формируется достаточно поздно, потому что существует ДПО, которых хватает на 4-5 лет, и крайне важно ранние симптомы дефицита В12 заподозрить у наших пациентов. Анемический синдром, который, конечно, тоже не носит особенно специфического характера, это слабость, повышенная утомляемость, головокружение, бледность кожных покровов, характерным некоторым желтушным оттенком, что связано с интермодулярным геммулизом и, соответственно, повышением уровня билирубина в сыворотке крови. Но при этом еще и синдром нейропатии, фуникулярный мелоз, неврологические стигмы, которые характерны для дефицита В12. При осмотре обращает на себя внимание наличие у части пациентов так называемый атрофический гастрит, гласит или гласит хантера. Это ярко-малиновый цвет языка со сглаженностью сосочков, наличием отпечатков зубов на боковых поверхностях языка. Вот такой атрофический гласит хантера, он достаточно характерен именно для аутоиммунного гастрита, ну или в целом для дефицита витамина В12. Надо отметить, что у части пациентов формируется также дефицит железа, он может выявляться до 52%. Я на данном слайде систематизировала данные литературы по дефициту микронутриентов у пациентов, страдающих аутоиммунным гастритом. Лидирует здесь дефицит витамина В12, связанный с наличием выработки антител к внутреннему фактору и, соответственно, гематологические и неврологические манифестации. Дефицит железа и, возможно, микроцитарный железодефицит на аномии. Витамин С, кальций и витамин Д. Вот здесь сказать, что их роль и частота встречаемости четко очень неописанно не приходится, но, тем не менее, я считаю, что крайне важно выявлять своевременный дефицит и этих микронутриентов. Ну и, конечно, обращать в анамнезе на коморбидную патологию. Особенно часто ассоциируется аутоиммунное воспаление в слизистой оболочке желудка с аутоиммунным тиригитом, с сахарным диабетом первого типа. При осмотре достаточно часто мы выявляем витилика. В комплексе обследования таких пациентов необходимо, помимо рутинного протокола, который мы знаем для всех пациентов с синдромом диспепсии, при подозрении на аутоиммунное воспаление назначить выявление антител к париетальным клеткам и внутреннему фактору. Вот к этим лабораторным тестам необходимо присмотреться. В тех странах, где мы с вами знаем, что не эндоскопическое исследование лежит в качестве обязательных, назначается так называемая гастропанель, в которую входит определение уровня гастринок и псиногенов. И здесь решается вопрос скрининга уже при проведении этих лабораторных тестов. В нашей же стране здесь следует отметить, что крайне важно анализировать ту симптоматику, которая связана не только с гастроэнстинальными проявлениями, но и гематологическими, неврологическими. Аутоиммунная коморбидность. Если вы видите эти стигмы, то, безусловно, необходимо включить в комплекс обследования выявление и антител к париетальным клеткам. Либо когда вы видите пациентов с изменениями при эндоскопии, прежде всего, в теле и дне желудка, также рекомендовать до обследования вот этих лабораторных маркеров. Характерно выявление антител к париетальным клеткам к внутреннему фактору, снижение пепсиногена-1, увеличение уровня гастрена-17. Следует отметить, что ни один отдельно взятый лабораторный тест не является абсолютно информативным. Так, наличие антител к париетальным клеткам не является золотым стандартом диагностики аутоиммунного гастрита. Это значит, клиницист должен комплексно оценивать клиническую картину и сопоставлять данных лабораторных тестов, поскольку у 19% здоровых людей эти антитела могут выявляться. Выявляются антитела методом иммуноферментного анализа, который имеет информативность порядка 70%. То же самое касается хромогранина А. Он может появляться не только при гиперплазии энтерхромофинных клеток, но в том числе и при ряде других обхолей. Поэтому вот этот маркер тоже следует интерпретировать с учетом той клинической картины, которую демонстрирует нам пациент. Конечно, еще раз подчеркну роль эндоскописта, потому что эндоскопист описывает изменения, характерные для гастрита прежде всего в дне тела, для желудка, ну и, конечно, должен собрать биоптат. А морфолог описывает лимфоплазмоцитарную инфильтрацию собственной пластинки слизистой оболочки в теле желудка, псевдогипертрофию париэтальных клеток, которые остались. Ну и, соответственно, псевдопиралорическая метаплазия с появлением на месте фундальных желез слизи, продуцирующих клеток. Кишечная метаплазия здесь представлена. Поэтому, конечно, морфолог, описывая такие изменения, тоже должен подтолкнуть клинициста к возможному, вероятному диагнозу аутоиммунного гастрита. Ну и, к сожалению, вот когда мы видим с вами вот такой гиперплазинтерохромофийных клеток, это тоже характерный маркер для аутоиммунного воспаления. Итак, систематизируем. Наиболее часто встречающийся теологический фактор гастрита хеликобактер пилориоассоциированный. Вы видите здесь, что характерно для этого типа гастрита и тот самый аутоиммунный гастрит, о котором мы сегодня говорим. Клинические манифестации. Мы с вами должны учитывать возможность дефицита микронутриентов и аутоиммунную коморбидность при аутоиммунном гастрите. Сирологические тесты наличия аутоантител к внутреннему фактору и фактору антител к паритальным клеткам. Это характерно для аутоиммунного гастрита. Повышение гастрина-17, снижение первого пепсиногена. Сирологические тесты для хеликобактер пилориоассоциированного гастрита. Пепсиноген-1 в норме, гастрин-17 снижен. При морфологии, прежде всего, поражение тела и дна желудка у пациентов с аутоиммунным гастритом и антральный гастрит для пациентов, которые имеют хеликобактер пилориоассоциированные повреждения. Ну и риск рака. Мы с вами знаем, что и хеликобактер пилорио является признанным канцерогеном первого типа. Так вот, у пациентов с аутоиммунным гастритом не только хронический, а трофический гастрит, который формируется в исходе аутоиммунного воспаления, является плацдармом для возникновения рака желудка, но еще учитывать необходимую данную категорию пациентов и более высокий риск формирования карциноида. Я хотела бы проиллюстрировать сложности диагностики коротким клиническим примером. Пациентка 89-го года рождения на приеме с жалобами на эпизодическое чувство тяжести после приема пищи, чувство переполнения в эпигастре после еды, общая слабость, утомляемость при привычной физической нагрузке, эпизодическая одышка при привычной физической активности, жалоб беспокоят ее в течение года. В общем анализе крови гемоглобин 92, типохромная анемия железодефицитная железо 4,2, при нижней границе нормы 8. Результаты рутинного эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного тракта, обычная световая микроскопия, не выявила каких ли... макроскопическое исследование не выявило каких-либо особенностей, морфологические изменения были выявлены только лишь в антральном отделе, это было связано с тем, что биоптат был забран только из антрального отдела, были выявлены признаки хронического гастрита без атрофии, по результатам ультразвукового исследования без структурных изменений. С учетом ее особенностей, поскольку имеется коморбидность с аутоиммунным тереидитом, устойчивая, длительная железодефицитная анемия, при отсутствии каких-либо явных этиологических факторов, она была подробно обследована у гинеколога, мы включили в план обследования вот эти лабораторные тесты на наличие аутентитил к перитальным клеткам, внутренним фактору КАСЛа, и они оказались положительной гастропанель, вы видите более высокий уровень гастрина 17, в несколько раз превышающий верхнюю границу нормы. Ну и порекомендовали проведение эндоскопии в осмотре узким спектром, НБИ, и доктор здесь обратил внимание, что имеется максимальное изменение именно в теле и дне желудка, была выявлена зона гиперплазии в теле желудка, ну и, соответственно, морфологическое исследование здесь также носило вот такой характерный подтверждающий признаки. При оцинке биоптатов с листью оболочки тела желудка была выявлена выраженная лимфоплазмоцитарно-воспалительная инфильтрация с повреждением главных желез. При иммуногистохимической реакции с антителами кромогранину А была выявлена линейная микроэндулярная гиперплазия нейроэндокринных клеток. Вот диагноз был сформулирован следующим образом. Хронический аутоиммуногастрит, хеликобактер пиллоренегативный. Мы не получили положительных тестов ни при повторном гистологическом исследовании, ни по данным сирологического метода исследования. Степень 2, стадия 2, с наличием линейной микроэндулярной гиперплазии нейроэндокринных клеток в теле желудка. Она имеет железодефицит на легкой степени тяжести. Что мы должны порекомендовать нашим пациентам? Ограничение соли. Да, конечно, это звучит достаточно странно для стажированных специалистов. А вместе с тем, дополнительное употребление соли, ее избыточное потребление провоцирует более быстрое прогрессирование атрофических изменений. А вот факторами, которые способствуют тому, чтобы затормозить прогрессирование атрофии, относятся антиоксиданты. Поэтому мы должны порекомендовать достаточное потребление овощей и фруктов. Очень важное значение в подходах к терапии, к введению пациентов с аутоиммунным гастритом относит коррекцию нутритивного статуса. При выявлении дефицита В12 мы должны назначить этот витамин парентерально. Коллеги, вот этот момент очень важен. При этом надо понимать, что при наличии антител по внутреннему фактору нет такого, что провели однократно и навсегда забыли. Поэтому повторные курсы необходимы пациентам. И потребность эта должна изучаться у каждого пациента индивидуально. При наличии дефицита железа, безусловно, мы должны назначить и препараты железа. Для купирования синдрома диспепсии у нас с вами есть ингибиторы протонной помпы, гастропротекторы, прокинетики. При этом я хотела бы сразу сказать, что для пациентов с аутоиммунным гастритом ингибиторы протонной помпы здесь не выходят на первое место. И среди средств, которые позволяют нам не только купировать проявление синдрома диспепсии, но также и способствуют редукции профилактики прогрессирования гастритических изменений, относят к группу гастропротекторов. Именно гастропротекторы занимают здесь ведущие позиции введения этих пациентов. Отдельно хотелось бы отметить вопрос эрадикации инфекта хеликобактер пилори. Да, он не является теологическим фактором, но само по себе наличие бактерий, персистенция, способствует формированию воспалительных изменений, в том числе и в антральном отделе, а также за счет молекулярной мимикрии могут являться провоцирующим фактором для поддержания пола аутентител. Поэтому при наличии инфекта мы с вами должны запланировать проведение эрадикационной терапии. Таким образом, коррекция нутритивного статуса, купирование проявлений синдрома диспепсии, назначение курсового лечения гастропротекторами, способствующими редукцией профилактики прогрессирования изменений, и вот это залог успешного введения, успешной курации пациентов, страдающих аутоиммунным гастритом. Но в заключение хотела бы привести вам цитату Уильяма Робертса Дэвиса. «Глаза видят только то, что ум готов понять». Поэтому крайне важно нам расширять свои знания у других типов гастрита, не только ассоциированных с бактерией хеликобактер пилори. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Здесь у нас был вопрос. Я специально его ждал задать, прежде чем доклад будет, по поводу системы LGA. Но я думаю, что сегодня наши эндоскописты еще будут об этом говорить. И вот Елена Владимировна Парфенчикова чуть позже про это расскажет. Тогда мы это обсудим. Продолжение следует...